А вот в семье пациентки больницы страдания Элзы Безы не до радости. После того, как женщина умерла в стационаре, на похоронах выяснилось, что на кладбище в одежде погибшей привезли совсем другую женщину. Где тело той, которую должны были похоронить, по-прежнему неизвестно. Морги это объяснить не могут. Госполиция завела уголовное дело. Проверку начала и сама больница. В рождественский сочельник 24 декабря Элзу Безу из Лейлварды доставили в больницу страдания с тошнотой и затрудненным дыханием. Спустя два часа дочерям Сантии и Илза позвонили. Их мама умерла. Ее не удалось реанимировать. За печальным Рождеством последовал первый рабочий день, который они провели в длинной очереди у моргобольницы. Живая очередь, пьяные люди возле морга. Думаем, где мы находимся, это точно больница. Вся эта процедура казалась неадекватной. В день похорон в пятницу близкие первыми зашли в каплицу попрощаться с мамой. Приходим в каплицу и обнаруживаем, что человек в гробу, в одежде нашей мамы, но это не она. Человек, который нас впустил, сказал, вы просто ее не узнали. Человек меняется. Я закричала, это не волосы нашей мамы. У нее были красивые белые волосы. Ни нос, ни руки мы не узнали. Мы видели ее всего за несколько часов до смерти. Прошло всего пять дней, человек не может так измениться. И похоронное бюро проверяет браслет. Это личность другого человека. Священник попытался спасти ситуацию, пригласил всех в церковь. Тем временем работники похоронного бюро с другой умершей и фотографией Элзы Бьезы отправились обратно в больницу в надежде поменять тела. Однако в морге выяснилось, что это невозможно, поскольку, скорее всего, Элза уже передана другим людям и похоронена. Как этого не заметили, непонятно. Дочери обратились в полицию. Начат уголовный процесс. Полиция провела предварительное расследование. Следствие продолжается. Ряд лиц еще предстоит допросить. Госполиция установила возможное место, где могла быть похоронена женщина. Будет рассмотрен вопрос об эксгумации. Второй погибшей женщине, которая не была похоронена, будет проведена экспертиза ДНК. Проверку начала и больница Страдыня. Мы хотели бы принести искренние извинения близким и со своей стороны заверить, что будет проведена внутренняя проверка и приняты все меры для предотвращения подобных ситуаций в Беларуси. Больница также будет участвовать во всех вопросах, связанных с поиском и похоронами Элзы-Безы. Но дочери хотят, чтобы кошмар, который начался в каплице еще в пятницу, поскорее закончился. И чтобы умершую маму можно было похоронить в ее одежде. Могила мамы открыта, и мы хотим ее похоронить, и никто ничего нам не говорит. Нету ведь войны или чего-то экстремального, чтобы что-то такое могло произойти. Во время похорон работает принцип четырех глаз. И личность умершего проверяет и работник морга, и гробовщик. Однако все больше похорон, на которых гроб не открывают вовсе. Это может объяснить то, почему другая семья похоронила чужую, а не свою родственницу.